свободно от асфальта и щебеночной подушки и многих других атрибутов нормальной дороги но как не иронично бы это звучало в интернете на карте она обозначена именно как улица свободная а местные жители заняты обращениями к муниципальной власти в СМИ за помощью превратить ее в полноценную дорогу наша камера фиксировала эту накатанную тропу больше года назад но так здесь ничего и не изменилось географически это находится за юбилейным в районе парка свободы жители соседнего от свободной корсачьего проезда пошли путем самообслуживания не дождавшись районных властей сделали себе дорогу из асфальтовой крошки пешком то не очень легко во первых очень грязная весной дорога она грязь суглинок вот а все что мы вот это мы сами все сделали своими руками всем поселком то есть вы скидывались сами на вот да неоднократно два года подряд мы ее содержим сами примерно во сколько не знаете обошлось вот этот участок по сумме в среднем вот со всех участников я думаю с каждого дома в районе наверное 30 тысяч минимум это минимум примерно так где-то ну общая стоимость примерно в группе по моему 90 человек учащих ну сколько то скидывается вот такая сумма и того почти три миллиона с жителей корсачьего проезда в него то и утыкается свободное здесь у людей сделать такую же за свой счет возможности нет по их словам эти маленькие улочки должны быть благоустроены в рамках ремонта большой улицы сверху на карте она обозначена как имени братьев никитиных семья боненковых рассказывает о своих ожиданиях мы сначала обратились в администрацию волжского района отдел благоустройства они нам пообещали что вот сделают здесь вот этот участок сделают вот именно вот этот участок потому что у нас то есть нам перекопали и проезд зимой то сейчас вот будет дождь невозможно будет и сказали что ну как бы сделают вот эти 150 метров про ту дорогу речи не идет потому что там 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 вообще проблемно и сказали сделать ближайшее время в итоге пока ничего нет это и обращались мы первого мая этого этого года до потом обратились на где к главе волжского района битенко тоже приезжал сказал что вот этот участка мы как бы делать ну не выгодно администрации потому что есть уже дорога которую мы сами получать за свой счет отсыпали и нам ее перекопали было в принципе вот так же здесь как бы проехать можно было и в грязь и в дождь и в снег и так далее сейчас ну связи с тем что перекопано мы зимой получается осенью мы отрезаны от этой дороги как объясняет муж светланы алексей у них появились замечательные соседи которые просто перерыли им выезд в сторону корсачьего проезда вот в этом году наши соседи построили здесь но вот они решили нам дорогу перекопать чтобы у них машин там не ездили и увезти ее сюда соответственно когда дожди будут начинаться вот эти проезжая часть у нас будет ну в кисель превратится вот это уже были дожди здесь нельзя проехать на месте бывшей части улицы свободной появилась небольшая парковка и дорожный знак обозначающий тупик как говорят в администрации волжского района сама же ситуация далеко не тупиковая но долгоиграющая на данный момент проведена инвентаризация улицы и следующим этапом будет постановка на баланс муниципалитета вот сейчас эта процедура осуществляется после чего после постановки на баланс муниципалитет уже будет возможность оформить проектно-сметную документацию для дальнейшего строительства дороги на данный момент осуществляется процедура как раз передачу как бесхоз на баланс муниципалитета сколько процедура вот это вот занимает начала по длительности процедура занимает не менее одного года то есть встать именно стать вот такой полноправный чтобы собственность муниципалитета в течение да да не менее чем через год по словам андрея бодягина та парковка из-за которой перерыли свободную окажется на пути благоустройства исконного расположения улицы и будет устранена но это не единственная проблема местных жителей атмосферу накаляет и запах нечистот я уже хотел в станопедемстанцию написать писали в администрацию администратор администрация открестилась давно писали в прошлый год жуткий вы сейчас увидите сами то есть центральная канализация вот она причем вот уже чувствуете уже да у вас информация что это именно водоканальная а это водоканальная на полуторка полтора тысячи понимаете это полтора метра диаметра это вот такая зарегистрированы официальные сейчас коммуникации муниципальный муниципальный вот вот видите там просто сюда никто не приезжает заниматься никто не приезжает никто не занимается видите что запах чувствуете да чувствую на руках у них есть и схемы этого участка где указана данная линия канализации сейчас в люк видно что мутная жидкость течет по открытому желобу а коммунальные службы не знают сюда дорогу видимо потому что этих территорий по сути пока еще не существует даже улица братьев никитиных на самом деле является дорогой которую проложили строители при возведении многоэтажек для проезда техники по улице братьев никитиных это отдельная история потому что дорога проходит по участкам которые сейчас по частному сектору и там порядка 12 участков на которые сейчас ну вот эта дорога фактически там пролегает там другая совершенно процедура потому что там идет вопрос о изъятии тех участков которые по дороге проходит то есть части земель это совсем другая процедура и там прямого прямого соответствия с инвентаризации обстановка на баланс улиц корсачи и улица свободная она не имеет как говорят в администрации волжского района в дальнейшем начнется и ее благоустройство только она изменит свое направление и название но также будет связано с той пока еще свободной в следующей серии